Восвитая служба информации телерадио компании Гомелю, студия Александра Гамоля. Добрый день. В Мазары началась реализация еще одного проекта, накереванного на оборону правов детей-сирот. Сегодня в этом регионе в уголе створена комплексная система работы с неполнолетними, которые остались без опеки родителей, которые опынулись в социально-небеспечном становище. Олег Синцеров ознайомился с мясовым опытом. В Мазырском социально-педагогическом центре зараз коля 20 детей, которые опынулись в небеспечном становище. У некого батьки не могут выполнять свои обовязки по стану здоровья, некоторые ведут так званый аморальный лад життя. Для их у центра даже специальный клуб створили. На протягу полгода, что дети находятся в притулку, с такими дорослыми специалисты проводят постоянные консультации. Я прошу родителей вспомнить себя в детстве, вспомнить, чего им не хватало, когда им было 5 лет, когда им было 7 лет, когда им было 12 лет. И вспомнить себя в этом возрасте, когда они говорили, а вот когда я вырасту, то мои дети в этом нуждаться не будут. Я прошу их вспомнить себя, и они вспоминают, что они обещали самим себе, своим друзьям, своим родителям, что они будут достойными родителями. До дня мати выхованцы социально-педагогического центра зарабили стен газету, и до этого часа не дозволяют дорослым снять ее. Дети ведьми сподяются, коли мати прочитают самое потаемное, то обовязково забирают их до дому. У Гогули только за 3 апошли месяца у Музари презентовали шерох проектов, накерованных на взмотнение семьи и оборону правов у детей, которые опынулись в социально-небеспечном становище, починающих от встреч с работниками местовых предприятий для организации городских семейных святов. Проходят мастер-красы, тренинги с детками, встречи с интересными людьми, братья встречаются с сестрами, у детей повышается самооценка, уверенность в себе, и возникает некое чувство единения все вместе. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель» с Мазыра. 25 листопада в Сираду отбудется 13-я выездная сессия Гомельского областного совета депутатов на базе Рейшевского района. На парадку дня суместная праца органов мясового самокерования региона по реализации державной политики у голене занятости насельництва. Регистрация депутатов и усих запрошенных у облвыконками с 9 до 9.30 годин. Початок пленарного посяжения – у 12 годин. До инших тем на выходных у областном центре отбылась реконструкция бою по вызволению Гомеля у 1943 година. Тут одновили падзей, які попередничали початку форсирования раки СОЖ, где наступали 96-я и 217-я стралковые дивизии Червоной армии. У имитации битвы была заденечена пиротехника, стралковая зброя другой сусветной войны, обмундирование, специально подрихтованные окопы, ретро-техника и інши войсковые атрибуты. Вероника Ворошилина с подробязностями. Реконструкция бою по вызволению Гомеля у 1943 година разгорнулася леволтовского озера Калявядового палаца. Место для проведения мероприемства брали не выпадково, а минавито тут. 72 годы тому наступали 96-я и 217-я стралковые дивизии Советской армии. Реконструкторы постарались максимально докладно передать дух этих военных часов. На лодках они переодолили водную пирожкоду так, как это отбывалось с 25 листопада 1943 года на период от невозволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Укрепления были сделаны по историческим чертежам. Сымитированный именно немецкий берег, та сторона, которая была занята именно немцами, наш оккупированный город. То есть это сторона Сажа, которая находилась со стороны Гомеля. А с противожной стороны, с той стороны, мы имитируем тот уже берег, который был занят Красной армией, со стороны ветки этого направления. Здесь события рассматриваются с 10 ноября по 25 ноября 1943 года. У имитации битвы была заденечена пиротехника, стралковая зброя другой Советной войны, обмундирование, специально подрихтованные окопы, ретротехника и иншие войсковые атрибуты. Гучали автоматные шерги, залпы гармат, разгорнувся рукопашный бой. Усяго реконструкции военных деяний уприняли удел каляста процедурников разных исторических клубов Беларуси и России. Организаторам мероприемства выступил Гомельский горвыканкам, активно подтримали его таксаморозные городские службы и установы. Инициятором и головным идейным натхняльником масштабного патриотичного действия стало военно-историчное клубное объединение «Гонор Мундира». Клуб у нас международный. У нас из Украины, из России, из Беларусь. А Беларусь, именно Гомель, основатель этого клуба нашего, часть Мундира. И вот мы собираемся все, ездим на разные мероприятия. Брест, Москва, Санкт-Петербург. Да, большая география мероприятия. После того, как формирование ворога были захоплены и над окопами советские солдаты узняли червон и стяг, Удельники реконструкции у памяти о воинах, которые загинули в ходе боев по вызволению Гомеля, спустили на воду символичный вянок. Его прадед, мой дед, участвовал в освобождении, Кутепов Сергей Игнатьевич. В ветку освобождал, он был артиллеристом. На 21-миллиметровой пушке он воевал. У нас дошел до Кенигсберга, войну закончил и участвовал в параде победы. По закончении мероприемства все жадают, что имели мощность сфотографоваться с реконструкторами ретротехникой и иншими военными атрибутами, выкористанными оформлении имитации боевого деяния. Яны так само могли доведаться больше про падеи и людей, дякуючи, яким отрималась отвоевать незалежность города Гомеля, а разом с тем подарить свободу житию и будущую наступным поколением. Вероника Врашилина, Александр Токаров, телерадио «Кампания Гомель». Во управлении внутренних справ Гомельского облаканкам отбылся день открытых дверей. Для школьника у старейших классов его провели сопрацовники Академии Министерства внутренних справ Республики Беларусь. По час мероприемства подлеткам был показан видеофильм про учебу в этой престижной высшей научальной установе. Затым сопрацовники Академии Министерства внутренних справ Республики Беларусь рассказали школьникам об умовах уступной кампании 2016 года. Агучили специальности, на которые будет ожитивляться набор, парадок приема и перелик документов, которые необходимо подать для поступления. После информативной встречи во управлении внутренних справ Гомельского облаканкам подлеткам дали махчимость пострелять с автомата Калашникова и пистолета Макарова в интерактивном лазерном тире. До рейши дни открытых дверей для школьников тут проводятся что год. Головная их мета – профориентация будущих абитуриентов и махчимость допомогти им вызначиться со своей будущей профессией. Это мероприятие плановое, проходит ежегодно. В нем участвуют 200-300 детей. Кроме этого проводим в Мозере, в Жлобине и в других районных центрах нашей области. После мероприятий зачастую бывают дети приходят к нам с родителями за дополнительной информацией, так как им самим иногда тяжело определиться, сделать свой первый взрослый шаг во взрослую жизнь. И на проконце выпуска «Надворье» на бегущем тыне температура поветра протягнет снижаться, даже будут и далее пановать на большей части территории в области. Так, завтра слупок термометра будет находиться на 11-0. У ночи чекаются опадки в выгляде мокрого снега. Днем в облачном махчим и туман. У Сираду переважно без опадков. Температура до минус 2 градусов. На дорогах гололедится. Уж от северы пятницу характер «Надворье» истотно не изменится, а вось у выходные чекается невеликое потепление до плюс 4 градусов. Махчимы карткочасовые дожжи. На этом выпуск завершен. У студии працевал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи в эфиры.